Здравствуйте, дорогие друзья! Это наша третья передача, посвященная разбору 13 главы Евангелия от Матфея. Сегодня мы рассмотрим остальные притчи о Царстве Небесном, которые наш Господь рассказал в этой главе. Все эти притчи затрагивают различные аспекты Небесного Царства в наши дни. Первая притча – это притча о сокрытом сокровище. Мы находим ее в 44 стихе. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Если мы задумаемся, то поймем, что образ сокровища в этой притче – это Израиль, поле – это мир, а человек – это сын человеческий, который отдал себя для искупления народа Израиля. Совершенно очевидно, что эта притча не может олицетворять грешника, который покупает Евангелие. Ведь если сокровище – это Израиль, то как она может быть скрыта в поле? А Израиль в наши дни действительно рассеян в этом мире как бы погребен. Кто-то скажет, но ведь сейчас Израиль вновь является страной. Да, сейчас Израиль – это страна, но израильское государство в наши дни переживает множество проблем. И дети Израиля не смогут радоваться своей земле, пока не получат ее от самого Господа Иисуса Христа. Однажды я увидел одну израильскую газету, в которой говорилось о проходящем в этой стране научном симпозиуме. Этот симпозиум проходил под лозунгом «Наука принесет мир в эту страну». Но, друзья мои, я могу вас уверить, что наука не принесет мира в Израиль, равно как и в любую другую страну. Лишь Господь Иисус Христос, князь мира, способен сделать это. Действительно, Израиль сейчас рассеян по всему миру. Число евреев, живущих в различных странах этого мира, во много раз превышает все население современного Израиля. Однако Бог еще не закончил свою работу с этим народом. Апостол Павел пишет в послании к римлянам в 11 главе в 1 и 2 стихах. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова и с колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал? Павел верил, что Господь еще не закончил свою работу с народом Израиля. Захария, один из последних авторов Нового Завета, написал, что однажды для Израиля наступят новые дни. А на дом Давида и на жителей Иерусалима и зальют дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Книга пророка Захарии, 12 глава, 10 стих. В книге пророка Еремии в нескольких отрывках говорится о воссоединении израильского народа и о том, что Бог вновь приведет их в обетованную землю. Но исполнение этого пророчества еще по-прежнему в будущем. Когда Бог вновь соберет вместе этот народ, это произойдет посредством таких чудесных событий, которые затмят даже исход евреев из Египта. События, которые они праздновали дольше, чем любой другой религиозный праздник. Итак, Господь продолжает работать с народом Израиля, и притча о зарытом на поле сокровища ясно говорит нам об этом. Израиль – это и есть сокровище, сокрытое в поле. А Сам Христос – это Тот, Кто идет и продает все, что имеет, и покупает это поле. Более того, Он отдал Себя Самого, дабы искупить этот народ. Наш Господь купил их Своей кровью точно так же, как Он купил и наше с вами спасение. И пророк Захария в 13 главе в 1 стихе пишет об очищении народа Израиля, которое произойдет во время возвращения Иисуса Христа на эту землю. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Следующая притча, которую мы находим в 45 и 46 стихах – это притча о жемчужине. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. Часто приходится слышать такое толкование, что купец в этой притче – это грешник, а драгоценная жемчужина – Христос. Я не могу принять подобное объяснение данной притче, потому что оно не выдерживает внимательного осмысления. Давайте начнем с того, что задумаемся, кто именно ищет здесь жемчужину. Подумайте, разве грешники ищут спасение? В моей Библии об этом ничего не сказано. Более того, будучи долгие годы пастором, я убедился в обратном – грешники вовсе не ищут спасения. Поэтому купец в этой притче не может быть грешником. Ко всему прочему, ему нечем заплатить. То есть грешник вовсе не ищет Христа, и даже если бы это было так, то как он смог бы его купить? Далее написано, что купец продает все, что у него было. Как грешник может продать все, что у него есть, если он сам мертв в своих прегрешениях? Также Писание совершенно однозначно учит, что ни Христа, ни спасения купить нельзя. Ведь спасение – это дар, как написано в Евангелии от Иоанна в 3 главе в 16 стихе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Видите, что сказано в этом стихе? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». А в послании к римлянам в 6 главе в 23 стихе нам сказано «Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Правильное толкование этой притчи состоит в том, что купец – это Сам Христос. Он оставил Свой небесный дом и пришел на эту землю, дабы найти драгоценную жемчужину. Он нашел потерянных грешников и умер за них, пролив Свою кровь. Он продал все, что у Него было, дабы купить нас, искупить нас для Бога. Павел пишет именно об этом, обращаясь к церкви в Коринфе. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Итак, Он искупил нас, то есть Он купил нас для Себя. А теперь давайте подумаем, что такое жемчужина. Это жемчужина олицетворяет церковь. Жемчужина – это не драгоценный камень, как, например, алмаз. Жемчужина возникает в живом организме. Песчинка или иной инородный объект попадают в раковину моллюска. Эта песчинка раздражает ткани, а потому организм моллюска начинает вырабатывать определенные вещества, которые обволакивают инородное тело. И таким образом формируется жемчужина – не рубин или бриллиант, а прекрасная перламутровая жемчужина. Жемчужина не похожа на другие драгоценные камни. Ее нельзя распилить. Она имеет ценность лишь в том виде, в каком она взята из раковины. Стоит вам распилить ее, как она теряет свою красоту. Кстати, израильтяне никогда не считали жемчуг ценным. Подтверждение этого мы встречаем в нескольких местах Писания. Например, в книге Иова в 28 главе в 18 стихе жемчуг даже приравнивается к кораллам. Но, несмотря на то, что у евреев жемчуг не ценился, он имел высокую цену среди язычников. И когда Христос использовал этот символ – хорошая жемчужина, его ученики наверняка были удивлены. На Востоке жемчуг листворяет невинность и чистоту, и считается достойным лишь для царей и вельмож. Имея все это в виду, давайте вновь попытаемся дать толкование этой притче. Христос пришел в этот мир как купец. Он увидел людей, живущих в грехе, взял этот грех и понес его на себе. Наш грех был совершенно чужеродным объектом для Господа, но он сделался для нас жертвой за грех. «Иисус Христос извязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши», как это написано в книге Исаии в 53 главе в 5 стихе. Обратите внимание на то, что делает Христос для грешника. Он облекает его в свою праведность, как это сказано в послании к Ефесинам во 2 главе в 10 стихе. «Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе». Дело в том, что Христос видит нас не такими, какие мы сейчас, а такими, какими мы однажды станем, когда предстанем перед Ним. Это написано в послании к Ефесинам в 5 главе в 27 стихе. «Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока». Христос продал все, что имел, дабы искупить людей церковь, о чем сказано в первом послании Иоанна в 3 главе во 2 стихе. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что видим Его, как Он есть». Когда мы подойдем к изучению последней книги Библии, книги Откровения, мы найдем там описание нового Иерусалима, будущего дома церкви. Стоит обратить внимание на описание входа в этот город. Его ворота сделаны из жемчужин. И это далеко не случайно. Все это задумано именно так самим Господом. Ибо Он купец, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. А теперь мы переходим к последней притче из этой главы, притче о неводе. Давайте прочтем стихи с 47 по 50. Еще, подобно Царству Небесной Неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных. Давайте задумаемся об этой фразе. Так будет при кончине века. Здесь говорится именно о кончине века. Нигде в Библии не говорится о конце света. Конечно, мы знаем, что однажды времени больше не будет и наступит вечность. Но лично я не могу объяснить, в чем разница между временем и вечностью. И мне еще не довелось встретить кого-нибудь, кто мог бы это объяснить. Слова «конец века» относятся к тому времени, когда Христос придет вновь, чтобы установить свое царство на этой земле. И, ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Здесь наш Господь совершенно однозначно говорит, насколько ужасно не иметь спасения. Знаете, как-то мне в руки попал один научный журнал. В нем разные ученые писали о совершенно различных областях знаний. Но основной идеей было следующее. Наука не имеет точного знания о многих вещах. Так, например, ученые не знают, каковы будут последствия атомного взрыва или бактериологической войны. Они не знают побочных действий некоторых лекарств и многого другого. И в том журнале меня привлекла фраза одного ученого. Точно так же и в вопросе вечности вы можете быть неуверены, существуют рай и ад, или же нет. Но вам лучше сделать все, чтобы попасть на небеса. Потому что иначе, если вы все-таки ошибаетесь, вам придется плохо. И здесь наш Господь говорит нам, насколько это будет плохо. В наши дни считается хорошим тоном быть скептиком. Сегодня никто не удивится, если вы начнете отрицать существование ада. Но на самом деле, друзья мои, вы ровным счетом ничего не знаете об аде, не правда ли? Вы, конечно, можете возразить. Так ведь и вы ничего о нем не знаете. Я знаю то, что написано об этом месте в книге под названием «Библия». И поскольку во всех остальных предсказаниях эта книга продемонстрировала свою точность, поскольку я на своем собственном опыте убедился в ее правоте, у меня нет оснований сомневаться в том, что она точна и в описании ада. Поэтому я руководствуюсь в жизни именно этой идеей. Причем это даже больше, чем просто идея. Представьте себе, что вам сообщили, что на ваш город должен обрушиться ураган. Что бы вы сделали в этом случае? Стали готовиться? А теперь представьте, что, услышав тревожную новость, кто-то сказал бы «Десять лет назад они тоже обещали ураган, но ничего не произошло». Я не сомневаюсь, что вы ответили бы такому скептику. Они могли ошибаться десять лет назад, но сейчас они могут оказаться правы. Поэтому вы поступите совершенно разумно, если все-таки приготовитесь к урагану просто на всякий случай. А теперь подумаем о людях, которые отвергают предостережение Христа относительно преисподней. Эти люди говорят «Ничего, мы рискнем». Но они просто не осознают, как страшно, если они все-таки ошибутся. Наш Господь Иисус объяснил это совершенно ясно, когда сказал «Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Следующий 52 стих иногда называют притчей о хозяине дома, хотя не все комментаторы считают этот стих притчей. Однако, независимо от того, является этот стих притчей или нет, его содержание весьма важно для нас с вами. Он же сказал им «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Этот стих является личным обращением к нам, а в особенности он относится к тем, кто учит или проповедует Слово Бога. Этот стих учит, что я должен учить как старому, так и новому. После того, как Господь рассказал эти притчи, он уходит и направляется к Назарету, своему родному городу. Прочтем стихи 53 и 54. «И когда окончил Иисус притчи, си пошел оттуда, и придя в Отечество свое учил их в синагоге их так, что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и сила». Я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что в то время люди никогда не ставили под сомнение его способность творить чудеса. Их беспокоил другой вопрос. «Откуда у него такая премудрость и сила?» Или, как сказано в 55 стихе, «Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария и братья его Иаков и Иосий и Симон и Иуда? Ведь для них он был просто сыном плотника. И это приводило их в замешательство. Они не могли постичь, кем именно он был. И в наши дни для некоторых людей он тоже лишь сын плотника. Такие люди могут считать его великим проповедником или учителем, но все равно он остается лишь сыном плотника. «И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» Очевидно, что у Господа были братья и сестры. Конечно, они были лишь его кровными братьями и сестрами, которые родились у Марии Иосифа после рождения Иисуса. Эти люди, вплоть до его воскресения, так и не смогли понять, что он был истинным сыном Бога. «И соблазнялися о нем». Иисус же сказал им, «Не бывает, пророк, без чести, разве только в Отечестве своем и в доме своем». Как видите, его соседи настолько хорошо знали самого Иисуса и его семью, что соблазнялися о нем. То есть, они негодовали на Господа, говоря, «Мы знаем семью этого Иисуса, он сам вырос среди нас, откуда же он мог взять все это и как он смеет нас учить». И далее мы читаем стих 58. «И не совершил там многих чудес по неверию их». Это необыкновенный стих. Ведь он говорит нам, что именно ограничивало силу Бога, когда Господь находился там. Именно их неверие мешало Иисусу. Он не совершил там многих чудес по их неверию. То есть, Господь мог совершить множество великих чудес, но вследствие их неверия Он не сделал этого. И тут, друзья, откроется еще одна проблема для нас с вами. Мы не имеем достаточной веры. Я говорю сейчас о вере в спасение людей. Мы нуждаемся именно в такой вере. Вере в то, что Христос может спасти погибших. И в наши дни именно неверие ограничивает Его, мешает Его силе проявляться в нашей жизни, в наших церквях, в наших городах и даже странах. И я говорю все это потому, что знаю справедливость этих слов в моей собственной жизни. Поэтому давайте постараемся не пропускать великую истину, которую произносит здесь Господь. На этом мы закончим сегодня и в следующей передаче начнем изучать 14 главу Евангелия от Матфея. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует...